Субтитры делал DimaTorzok Элизиум Гейминг для всех русскоязычных дотеров, для всего СНГ комьюнити примечательный коллектив, потому что посмотрите, кто там пикает, кто там капитан команды и кто всех вокруг себя собрал. А по популярным героям ПГГ, наверное, не перепопулярит тут никто, даже несмотря на неплохой состав НИПОВ. Таких ярких игроков, в принципе, у НИПОВ нет. Ну, ярких по вопросам, конечно, пиара, по вопросам популярности вообще во всем комьюнити. Ну, по вопросам обсуждаемости и ожиданий. ПГГ собрал новую команду, ПГГ будет с этой командой пытаться наказать НИПОВ. Это у нас группа плей-офф, поэтому матч в формате играется Best of 3, но победитель, соответственно, проходит дальше. У команды Элизиум Гейминг, уже в пик Венжи Фул Спирит, Эншент Оперейшн, Квапа, Вивер, на котором будет играть Травка, ну и Брюмастер. Со стороны команды НИП. Эра забирает себе Луну, Зевс для Лимпа отходит, Йонасом Фан на Клокверке, Сил Кит на Вич Докторе, ну и Хэн Скин берет Чена. Хэн Скин на Чене это бомба даже незамедленного, а скорее супер ускоренного действия. Этот Чен на ранних лвелах сносит вообще все, что видит. Хэн Скин очень круто реализовывает своего персонажа, где-то примерно так, как Акки в свое время в составе Alliance творил невероятные чудеса. Это тот Чен, который зарабатывает золото на Тауэрах, который мало фармит лес, потому что с шестой минуты уже начинает по всей карте сносить строение. Чен, у которого фобия строений, который просто терпеть их не может и который их всячески старается снести, и все прекрасно у Хэн Скина получается. В принципе, российские коллективы, ну и в частности Элизиум Гейминг, я думаю, сами на своем опыте это поймут, а так уже Эмпайр и ВП, и ВП Полар неоднократно уже стыкались у нас с Хэн Скином и там огребали вообще по первое число. Команда Элизиум Гейминг, сразу же во вражеский лес. Риба будет идти первым на Винге, Стан уже вкачан, у Травки есть Шукуччи, у Лолика, у Лолика пока ничего не вкачано, но при файте, я думаю, тут в принципе Клэп будет моментально прокачан. Ну и ПГГ на Эншент Опарэйшене. Здесь Силкит играет на Витч Докторе, Хэн Скин играет на Чень, Йоносом Фан сложно отправляется на Клокверки, Лимб, Мид Фарм на Зевсе, ну и Эра на ком же еще, если не на Луне. На Луне, Луне, по-моему Луна. Все-таки. Вообще без встреч, до выхода крипов, ну и только на лайнах увидятся у нас игроки. В принципе по лайнам тут никаких новшеств ни одна, ни другая команда не показала, хотя Элизиум поставил триплу в сложную. Винга уже здесь показалась, ну и сейчас ПГГ вместе с Травкой в принципе дадут понять команде НИП, что против них будет стоять трипла. Если будет стоять трипла, еще и с Вивером, еще и с неплохим Станом от Винги, да и неплохим вполне реализуемым Станом от ПГГ. Вот собственно сейчас посмотрим, Силкит, Челингтач, кстати, ПГГ на первом левеле прокачал. Каски сразу же в Рибу и в ПГГ и у Рибу невероятные проблемы, если бы здесь залетел один Люсен Бим, в принципе и разваливался бы здесь Рибу, но в принципе у нас фарм уходит Эра. Первым же скиллом Лунар Блейсинг вкачала у нас Луна, ну и собственно все это не для убийств, все это для возможности вынести. Какие-то артефакты как можно пораньше. Ну и переформить, быстрее заработать левел, где-то там если что отковыряться, отброситься, но опять же только обычной физухой. Люсен Бим пока не качали, но я думаю Люсен Бим в любом случае будет здесь макситься у Эры. Эра мастер у нас раскастовки. На данном персонаже вообще Эра, кстати, наверное у него в топе данный герой, он наиболее часто. Берется для капитана команды NIP, известного и популярного Эры. Ну и на Луне, я думаю, наибольшее количество матчей вообще у нас Эра сыграл. Йонас Умфан стоит соло против Квапы. Оставили Квапу в одиночестве, но и она комфортно здесь чувствует себя. Клокверк в принципе Квапе ничего вообще не делает, до 6 левела так тем более, а там на 6 левеле и Квапа сама по себе может Клоку очень много чего интересного рассказать. Лолик взял хосту. Банки пока что нет, еще стоп уголдей не хватает до Ботла. Вот так вот через Люсен Бим фармит у нас Эра. Эра неприятно себя чувствует на лайне, за 2,5 минуты всего лишь 4 крипа, это одна пачка. При удачном фарме вы понимаете, что это ничего вообще. Хотя и Вивер, на котором играет Травка, тоже не сильно перефармливает своего оппонента. 7 на 1. 10 на 0 у нас Улимпа в мидлейне. 9 на 4 у Йонаса Мфана. Вот это да, и Клифф здесь в принципе проигрывает. Где-то на 2 крипа, но эта Квапа, она опять же стоит в легкой, стоит в соло против Клока и умудряется проигрывать по фарму. Четвертый с копейками уже Йонаса Мфан и четвертого пока что нет у Квинов Пейн. Гоняет, гоняет по полной у нас Клиффа. Маны в принципе не так-то много у Клиффа. И что, и просто бежит и бьет по хребту у нас Квапу между крыльями нормально Квапе насовал. Ну и все. Квапа вынуждена юзать банку. По отхилу уже ничего не осталось. Ни танго здесь нет, ни в принципе ни каких-то дополнительных бутылочек мази и кремов. Еще пара таких выходов от Йонаса Мфана. У него в принципе есть стики, есть танго 1. Ну и хп побольше. Тут хп пул повыше конечно. 758 плюс стаут шилд. У Квапы всего лишь 600. Пошла погоня у нас. Погоня за Квапой. Батарея саут пока что не юзает у нас Йонаса Мфан. Тут еще можно было бы подзадать Квапе за счет Когов. Ну Клок ждет. Просто испытывает нервы и вынужден Квапа отправляться на собственный фонтан. Это на четвертой минуте. Квин оф Пейн, которая вообще с лайна не должна уходить. По факту должна просто выфармливаться, собирать вещи, опыт и все что только можно. А теперь Квапа бедняга вынуждена бежать на собственный фонтан. Причем пешком. И только потом тпшится, тратит деньги, прилетать на лайн. Эрос хайграунда по ПБГ. ПГГ, Люсен Бим пошел. Клэп у нас от Урса уже был про юзан. Ну и Лимб, Фёс Блад. Забирают у нас с Эншент Опарэйшена. ПГГ свою команду уже обрадовал. Ну и даблкил для Лимба. Мидлейн Зевс. С ним вообще шутки плохи. Инвиз, не инвиз. Плевать абсолютно. Тут Шукучи Вивера не спасут. Собственно странный выбор. Мейнкерри. Мейнкерри, который в основном у нас через пассивку. Организовывают собственное преимущество над соперниками. Не через пассивку, точнее через Шукучи через инвиз. Ну а Лимб вообще вертел на Лайтнинг Болте этот скилл от Вивера. Травка вгрызается в Эру. Два удара в спину Эре и нет половины ХП у Эры. Просто Шукучи и два удара от Вивера. С самой Луне здесь стоять конечно некомфортно. Надо под хилл, надо под сейв. Ну и нужен Вижен. Без Вижена Травка будет делать все, что вообще ему вздумается. 18 на 3 у него Крипстат на данный момент. У Эры 13 на 0. 29 на 5, кстати, у Лолика в мидлейне. Ну и 24 на 0 у Зевса. Лолик вроде бы и не убивал никого, а по фарму где-то там в топе. Ну чуть-чуть отстает у нас от Зевса. Мидер команды Элизиум. Шестой левел есть. У Зевса тоже есть шестой левел. ПКГ бедняга слился на ФБ и пока без артефактов вообще. 530 по золоту, надо хотя бы тапок приобрести себе. Не помешало, наверное, бы какую-нибудь Орпу в Веном купить, чтобы здесь Колд Фит работал с большим вообще процентом на успех. У Лолика появляется Боттл, есть тапок 900 сверху. Драка у нас намечается на нижнем лайне. Рибу поймали здесь в Коге, Рибу развалили. 3-0, Келлинг Сприй для Зевса. У Эры пока еще только пятый левел, Травку тоже убивают. 4 на 0 пока что Нипы уже выигрывают. ПГГ, скорее всего, здесь рассыпется. Квапа разорвалась у нас и убивает Эру. И также отправляется в таверну у нас Витч Доктор. Ну по итогу 4 в 2, Хэнскина поймали. Дальше, дальше бегут. Йонасом Фан готов ловить Лолика. У Лолика Праймал Сплит уже был проюзан, все его пережили. Ну и это Тим Вайп. Это Тим Вайп на седьмой минуте. То, о чем я говорил. Выходит Хэнскин с огромнейшей пачкой крипов и валятся все абсолютно. Начиная от героев, крипов, спиритов Брюммастера во время проюзанного Праймал Сплита. Ну, конечно, тотальное вообще унижение для команды Элизио. 5 в 2 разменялись. Нип по золоту. 2 с копейками по экспириенсу. 3 тысячи тоже НИП выигрывает. Ну, травки... Ситуация, в принципе, не поменялась. Он как фармил, так и будет фармить. Вижена, как я понимаю, нет. Нет, варды никто не принес. Эра здесь, скорее всего, рассыпется. Хотя нет, травку поймали, просветили. Люсен Бим по голове. Травка разваливается. 8-2. Мейн Керри, команда Элизиум терпит... Вообще полнейшим образом. 0-3-1. У Вивера. 8-2 общий счет. Топ у Нетворс у нас Лимб уже заработал. Ну, еще и ульта у нас пошла от Зевса. Верхняя в Брюмастера. И мега килл для Лимба. 5-0 на 8-й минуте. По-моему, грандиозный показатель вообще для медлайн Зевса. Эра цепляет у нас еще и Рибо. Что ты будешь, в принципе, здесь делать? 2 сатира. ХП регент здесь вообще великолепный. У всех всего предостаточно восстанавливается. Что там, где по героям? Покажите хоть. Нет, все фуловые. Все фуловые. 8-2 хп регенту хендскина. Но это один сатира и плюс хедреска. Ну и, понятное дело, встроенный травка под чилингтачем. Побежал за силкидом и сразу же разворачиваться. У силкида почти шестой. Это еще не было дезворда. У Эры шестой имеется. Только-только получили игроки команды НИП данный скилл на мейнкерри. Ну и пока еще не провязали. Хендскин до... До, 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 до... До мекки остается, ну, где-то тысячи полторы еще. У Квапы на топе. Только-только появляется Пауэр Трэдс. Есть Ринков Басилус. И Нул Талисман для Квин оф Пейн. Солу ринг для Зевса. И что, Смоук покупает себе хендскин? Это означает только одно. Сейчас будет какой-никакой, но все-таки экшен. Чейнмейл тоже приобретает. В принципе, практически собранный уже Баклер. Еще один удачный выход. Где-то там Тауэр упадет. И я почти не сомневаюсь, что именно хендскин его заберет. Потому как демеджа очень много. Вот, в принципе, от забранных героев. Тут посмотрите на пачку скелетов. Два, четыре, шесть, восемь. Восемь скелетов бегает у нас с хендскином. Насобирал просто, не знаю, по всем подвалам у нас. Тех голодранцев скелетой... Ну, скелеты свое дело делают. 24 демеджа. Как ни крути, все равно ребята бьют. Ребята стопят. На них надо потратить время, чтобы их убить. 250 хп, всего достаточно. Лолика поймали. Праймал сплит есть у Лолика. Юзает его. Ну и что, будет пытаться развалить хендскина? Нет, просто поднимают у нас хендскина и уходят. В это время Чен забирает еще один фраг. Венга разваливается. Силкид живет здесь. Каски проюзал. Дезвард, в принципе, есть. Совсем немного осталось Лолику до конца праймал сплита. Я подумаю, сейчас Лолик у нас развалится. Разваливается Лолик. 11-2. Вот это да. Хендскин на Чене. То, о чем я говорил в начале матча. Хендскин никого не замечает. Ни товара, ни героев. У него удачный состав по крипам. Есть чем цеплять, есть чем дамажить. Единственный, кого здесь не хватает, это, наверное, стана от Кентавра. Одного тролля можно было поменять. Хотя, даже не знаю. Сетка, конечно, мне повнушительней кажется. Потому что сетка, в принципе, не дает возможность Виверу уйти в Шукучи. Сетка, точнее, дает возможность уйти в Шукучи, но стоять на месте. Не дает блинкаут сделать квапе. В принципе, сетка, гляди, и по-полезней будет удачного стана. Даже, даже. Ну и сетка действует. Две секунды здесь, две секунды здесь. В принципе, предостаточно. Кстати, сколько там у Кентавра? А ну-ка, ликбез. Две секунды тоже стан от Кентавра. Попробуй еще попади. А сеткой клацнул. Да и все. Не подходить не надо. Сдалека даешь сетку. Там уже потом проюзай стан, проюзай клэп. В принципе, два Шуквейва от Сатира. Ну, Хенскин уже свое дело сделал. У Хенскина уже 2.04 стата. Это на 12-й минуте. Это саппорт Чен. Баклер появляется. Мека готова. 12 минут. Мека. Аркан Буци. Общий нетворс для Чена. У нас 4.300 вообще. Чен у нас на втором месте. Только Зевсу проигрывает по фарму Хенскин. И то просто опережает у нас Чен на 1200 мейнкерри команды Элизиум. Сейчас речь идет о Вивере, на котором играет Травка. Тоже небезызвестный игрок. Тоже с прямыми руками. Чен. Келлинг Спри. Теперь еще нетворс повысился у нас для Хенскина. Выходят толпой у нас на Т1 по мидлейну. И вообще не по шансам Элизиум за этот Тауэр сражаться. Можно идти дальше. ХП и Реген у всех великолепны. Смоук юзает команда НИП. Элизиум представляет из себя, ну, так, чтобы сильно не оскорбить. Но, если не жалкое, то как минимум странное зрелище. Пик. Вот, пик вроде бы, вроде бы в чем-то где-то как-то понятный. Но так больше это, конечно, на ПАП похоже. Каски полетели у нас в Травку. Травка должен умирать. Хотя, что куча уже есть. Зевс тут далековато, да? Как я понимаю, где Лимб. Лимб на нижнем лайне. Подпушивает нижний лайн. Убивают. В итоге у нас Вивера. И опять же, опять же, опять же, Луна. Тоже план Б команды НИП. И что делать в лите с Луной? С Луной, с Луной. Как там удобнее слушать? Толком непонятно. Праймал Сплит от Брюмастера. Ну и что, и все фуловые стоят. Мека сейчас подлетает. Лолик на Лоу ХП. И Лолик должен умирать здесь. Доминейтинг для Чена. Просто руками и крипами заковыряли у нас Лолика. Йонасом Фан у нас отваливается. А где вообще у нас Йонасом Фан? Ну, только-только пришел файт и отдисконнектился. Ладно, давайте по вещам пробежимся. Так, Венжи Фулл Спирит. 255 по золоту. Бутс оф Спид. Ничего серьезного у нас у Рибу не появляется. Наверное, не появится пока что. У Вивера ПТ. Ринг оф Аквилла. У Брюмастера Боттл. Бутс оф Спид. Ну и немного Лолику остается до Даггера. Хотя такими темпами, как его Контрят, Лолики тут без Даггера может быть еще очень-очень долго. У Квапы уже имеется Пауэр Трэдс. Снул Талисман. Ринг оф Базилус. С Хилинг Селф. Всего по чуть-чуть. Квапа, в принципе, более-менее выживаемая. Если так можно вообще выразиться. Но при этом не многофункциональная. Дэмэджа практически нет. Тут все, что только с руки стандартные статы дают Квапе. Ну и все. И больше, собственно, чего-то на Ману, на Монориген. Но это все копеечные артефакты. На 14-й минуте можно было и получше затариться Квапе. Но она стояла не Мид. Мид у нас стоял Лолик. Зачем стоял? Непонятно. Ancient Operation, на котором играет ПГГ. Бутс оф Спид. И все. И все. 480 по золоту. Хен Скин, который... Йонасом Фан, точнее. Который отвалился и которого мы очень ждем. Фейс Бутс уже имеется. Чейн Мэйл. Боттл готовится выход в Блэйд Мэйл. Осталось тысяча... Ну, где-то тысяча, да, по золоту осталось до Блэйд Мэйла. У Луны барабаны уже имеются. Есть Аквила, есть ПТ, Брасер. Всего предостаточно для... Мэйн Керри. Команда НИП. Зевс. Сол Ринг. Войд Стоун. Готовится у нас, кстати, Лимф выйти в Юл. На подсейв, как я понимаю себя. Или просто, чтобы выключать кого-то из файта. Причем делать очень быстро. Ну, в принципе, можно от Винги избавляться. Можно от Клопы избавляться. Потому что ловить там Вивера в тот же Юл нет смысла. Пока Вивер летает у нас в Юлю. У него откадешивается Шукучи. Правда, для Зевса это небольшая проблема. Все очень даже легко решаемо. Но, тем не менее, тем не менее, не всегда Зевс будет у нас вместе с Вивером рядом стоять. И у Чена... Ну, Чена грандиозный вообще. Показатель по золоту. 5250 зарабатывает у нас Хэнскин за 13 минут. Вот есть у него Мека, есть Аркан Бутс. Робов Зе Мэджи. Это куда вообще Чен у нас выходит? Не очень понятно, куда выходит у нас Чен. Я особенно не могу сообразить, что это. Диффуза не для кого. В принципе, ну, Обливент Став разве что. Или Блэйд Мэйл, или Барабаны есть, по-моему, уже у... Да, Барабаны есть у нас Уэры. Ладно, может просто по мане проседает у нас Хэнскин. Хотя так особенно и не скажешь. Фулл Мана, Аркан Бутс есть. Все время пополняется. Ну, короче говоря, Чен показывает феноменальные результаты. Для 14 минуты всего предостаточно. Продолжение следует... Продолжение следует... Какие-то проблемы у Йонаса Мфана со связью и пока что не возвращается. Даже немножко удивительно. Почему так долго? Просто задисконнектился и все. И информации больше мы не получили. Ну и, возможно, и не получим. Ждем. В любом случае спешить нам некуда. Давайте вкратце расскажу вам по таблице, как дела там обстоят. По плей-оффу данного турнира в европейской сетке команда Elysium или команда NIP, кто тут в принципе Best of 3 выиграет, выходит на победителя пары Team Tinker против Alternate Attacks. Новый коллектив. Кстати, новый коллектив немецкий. И этот коллектив немецкий умудрился BBC у нас отправить вне вообще данного турнира. Даже, в принципе, немного удивительно, но играют неплохо. По именам ничего серьезного тут, собственно, нету. Имена где-то, где-то, где-то более-менее. Я читал, но так особенно ничего серьезного по составу. Laffy, Nisha, El Lissage, Supreme и Exotic Deer. Вряд ли кто-то знал об этих ребятах до победы над BBC. Ну, ждем подтверждения, ну, точнее, возвращения у нас. Ждем Йонаса Мфана. Пока что, как пишут его тиммейты, никаких новостей от него не имеется. Ну, немножко подождем. Там где-то, если понадобится какую-то инфу еще добавить, я вам добавлю. Пока ждем отжима паузы. 16 на 2 сейчас NIP выигрывают. По золоту 12 тысяч на 13-й минуте. По экспириенсу 11 тысяч тоже NIP. С провайдером какие-то траблы у нас у Йонаса Мфана. Не все спокойно в Европе, как я понимаю, по интернету. И написано, что звонил уже провайдеру Йонасу Мфан. Только вот телефонная линия занята. Видимо, ни у одного Йонаса Мфана проблемы. Там какие-то более глобального уровня траблы. И как работать нужно вставить этот паузу. Субтитры делал DimaTorzok Игра идти пока непонятно Но данный матч не сорвется у нас В любом случае в четвером никто играть не будет Перезагрузится С данного промежутка времени Вместе с заменой Пока давайте небольшая пауза Заставка музыка Ну чтобы вы особенно не скучали Не расслаблялись Тут показать то толком и нечего По шмоткам я все уже определил По графикам вы тоже прекрасно все видите Ну чтобы вас не мучить музыку включу А там как только вернется У нас с Йонасом Фан Либо же будет перезапуск игры Сразу же Ворвемся обратно в матч Субтитры делал DimaTorzok 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 DimaTorzok Потому что счет 18-2 Это все на 14-й минуте Это говорит только о том, что шансов у DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Вообще ощущает своих соперников Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok ДимаTorzok 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 Квопа 1200 на руках Ничего нового Не появляется У Брюмастера Даггер есть 780 сверху для Лолика 1-4 Показатель КДА 8-0 идет Зевс 4-1 Эра 3-0 Данск 3-0 Хэндскин Ну и дальше 1-2 Квопа 1-4 Лолик На Брюмастере 0-3 Венжи Фулл Спирит 0-5 Эншент Опарэйшн И 0-5 Вивер Что это такое Это ничего Это начало-конца Для команды NIP Тауэр наполовину битый Стоит у команды Элизиум Но NIP Подходит сюда У них в принципе Все есть для того Чтобы пушить Где находится Чен Чен здесь в лесу С пачками крипов Все Появился еще И Дополнительный деф От совы Где кстати Где где Куда ты дел сатира Сатира у Хэндскина нет ХП реген Не будет здесь Ну здесь есть встроенный ХП реген От Вич Доктора И Мека есть Собственно не так важно Эти 4 Хеллспоинта в секунду Которые Сатир дарил у нас Падает Последний Внешний тавер Команды Элизиум До 20 минуты Теперь есть смысл Заходить на Хайграунд Ну еще раз Похвастаюсь Я расскажу как Как я уже Успел заметить Играет Хэндскин Ну и Какие наставления Какие прогнозы Были на данный матч Хэндскин на Чене Не прощает Все это Единственная инфа С которой Элизиуму надо было Совладать Сразу И На которую Надо было обратить Внимание Надо было Какие-то рейды В лес устраивать И надо было С Ченом Разбираться Чен здесь опасней Той же Луны Опасней Зевса Опасней всех Потому что именно он Подарил невероятный Фарм у нас команде Свою полную Недееспособность Может быть По пику Был такой провал Ну по пику Действительно Был такой провал Потому что Комбинация Как таковая Не вырисовывалась А комбинация Команды НИП строилась На одном Чене Ну и на Зевсе Который неприятен Со всех сторон Да и Клок И Вич Доктор Нет Комбинация тут Имеется Даже не одна А две-три Не глобал страты Конечно Но тем не менее Локальные Пары героев Пары тройки героев Которые В общей Цепочке Нереальное количество Дэмэджа наносят Элизиум это поняли Поняли бы Элизиум еще Как с этим справиться Отправляются думать Через пару минут Услышимся Графика Музыка Глянем Вернется ли ее на Сумфан Или нет Тут я думаю В принципе без разницы Если Хенскин У нас никуда не уйдет Если отдадут Чена во второй катке Там собственно Путь Командии Элизиум На вылет заказан Пока что не переключайтесь До связи Не забывайте Заходить в группу ВКонтакте Подписываться Ну и конечно же На Ютуб Там все наши вводы Все матчи Которые я стримлю Абсолютно Все вообще Без исключения Все Услышимся через пару минут Графика Звук Музыка Не переключайтесь Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok